Теперь о новостях спорта. На ледовой арене спортшколы Арктика состоялся первый открытый турнир по хоккею. Серию игр провели на новом льду спортсмены Муравленко и Ханемея, рассказывает Анастасия Попова. Первые вбрасывания, забитые в ворота шайбы, первый большой лед для юношей Муравленко и Ханемея. К турниру они готовились больше полугода. Так сошлись шайбы и свои стартовые соревнования молодые хоккеисты отыграли довольно интересно. Вся серия это четыре команды, больше десяти встреч и около пятидесяти шайб в воротах. У нас было три игры и самая сложная была последняя, но мы предложили все усилия, чтобы достать победу. Это четвертый по счету открытый турнир, который проходит в рамках программы социнвестиций «Родные города», но первый такого масштаба. Здорово, что снова к нам вернулся Ханемей, потому что один год они не смогли приехать из-за того, что мы не успели подготовиться. Но в этот раз мы видим, что подготовились они замечательно и те игры, которые они показывали, они, конечно, даже во многом удивили наших болельщиков. За звание лидера в битве на льду сошлись сборные лицея и колледжа, а также хоккеисты Ханемея. Они играли и доигрались до финальной встречи. ММК-1 против хоккейной дружины Ханемея в борьбе за первое место боролись до победного. В принципе, игра была довольно яркая, атаки были в обе стороны и ребята показали весь свой класс. Хозяева льда обошли соперников с серьезным отрывом. Финальный счет на табло 13-3 в пользу муравленковцев из ММК-1. Финальный счет на табло 13-1. Каждый знал свое дело. На церемонии награждения отметили лучших защитника, нападающего и бомбардира. На самом деле очень приятно чувствовать крепкую мужскую руку от ваших рукопожатий. И на самом деле все-таки закипает кровь у меня, когда я вижу те баталии, которые между вами происходят на льду. Я хочу прежде всего пожелать вам никогда не отступать, никогда не сдаваться и идти только вперед. Лидером состязаний признана первая команда многопрофильного колледжа Муравленко. На втором Ханемейце третье у лицеистов нашего города. Анастасия Попова, Сергей Шалафан, Новости Муравленко.